Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу пересадить, вернее, как пересадить? Поменять грунт вот этой вот орхидеи номер 11. Она не цветет, живет она в пищевых лоточках. Те, кто со мной давно, вы знаете, что был у меня такой эксперимент по использованию этих лоточков вместо грунта. Вот прекрасно она себя чувствует, растит корни. Вот здесь старые корни у нее гибнут со временем. Это нормально. На смену приходят вот новые корешки. Их видно. Сажать я буду в этот же, ну, не горшочек, а бокальчик. Он очень удобный тем, что у него такая форма. Он к низу расширяется. Здесь более узкое пространство, то есть своеобразное, как это сказать... Ну, в общем, это способствует тому, что влага медленнее испаряется. А с учетом того, что грунт неорганический и совсем не впитывает воду, это полезно, когда орхидеи растут вот именно в таком грунте. Почему я захотела пересадить? Давайте я буду потихонечку... Так, наверное, мне пригодится палочка вот такая, отлеплять корешочки. Почему я решила все-таки пересадить эту орхидею? Она, как видите, достаточно хорошо растет. Все потому, что мне надоело заниматься... Вот видите, немножко оторвался веламен. Замачиванием каждую неделю. Я свои растения, которые в обычных грунтах сидят, поливаю раз в две недели. А эту красавицу мне приходится замачивать... Мало того, что замачивать, да, само по себе, то, что я не делаю с обычными орхидеями, так еще и раз в неделю. То есть более частые поливы требуются. Ну вот, собственно, такие вот основные причины. Потихонечку, так, отлепляю корешочки от стекла. Обычно из стеклянных бокальчиков, чтобы спокойно достать цветок, нужно сначала часть грунта изъять. Да что такое! Чем сейчас я, собственно, и занимаюсь. Так что, если у вас нет возможности купить кору, керамзит, или вы очень грешите тем, что переливаете свои растения, пищевые лоточки, вот такие порезанные, да, из-под огурцов, колбасы, сыра, конфет, много разных продуктов продается в них. Это тоже достаточно подходящая альтернатива грунту для содержания орхидеи. Вот. Все. Несмотря ни на что, все прошло успешно и достаточно быстро. Орхидея у меня это с 26 мая 2020 года. Это одна из первых покупок моих. Стаканчик остается тот же. По размеру он подходит. Единственное, поменяется, конечно же, грунт. Уберу я отжившие корни. Осторожно. Отдирать от корней прилипшие пищевые лоточки я не буду. Ну, тут всего-то два с половиной корня пропали. Ну, вот эти еще. Сейчас я до зеленого отрежу и капну перекисью. Вот так. Здесь еще есть такой же подпорченный корешок. До зеленого отрезала. Перекись у меня вот стоит. Ой. Один и второй корешочек. Еще я посмотрю на шейку. Она тут, похоже, тоже уже трухлявая. Ну, я, наверное, не буду ее обрезать. Просто оставлю как есть. Она мокрая сейчас, потому что в процессе замачивания у нас стоит и в воде тоже. Стояла, вернее. Теперь уже не будет замачивания. Теперь будет пролив. Думаю, что все будет хорошо. Я также вот эти пищевые лоточки использую в некоторых посадках обычных цветов, как дренаж. Нормально показывает себя этот дренаж. Так. Керамзит в данном случае у нас идет в качестве дренажа. 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 Опускаю растюшку. Это миничка. Я думаю, что, в принципе, она очень спокойно будет расти несколько лет в этой посадке. Я ее немножко глубже посажу, потому что у нее есть воздушные корни. Так. Как мы? Вот так можно покрутить, чтобы присела орхидейка. Большие кусочки коры сейчас постараюсь аккуратно в серединку положить. Это кора лесная, необработанная. Вот сюда. буду использовать ее, и верхний уровень, возможно, возможно, пойдет архиата. Ну, в принципе, нормально все. Теперь беру тоже лесную кору, но она помельче немножко. та, которую я резала секатором, и пальцы себе все мозоли содрала на пальцах. Так, аккуратно. Вручную собираю этот тетрис, этот пазл. Так, поменьше нужен кусочек, но где-то не проходят большие, более крупные кусочки. Емкость маленькая, поэтому укладывать их плотно друг к другу совершенно не стоит, потому что корням нужно будет место куда-то расти, корни будут искать расщелины, также должен проходить воздух, система закрытая, дырочек здесь нету никаких. Смотрится, конечно, очень красиво. Мне, мне вот очень нравится, я люблю корни, люблю листья, все это люблю наблюдать, подходить, смотреть. Так, наверное, с лесной корой я закончу. тут уже крупные кусочки вот сюда поместилось и сверху также, опять же, для того, чтобы влага не очень быстро испарялась, более мелкую кору, это именно архиата будет, но она как мелкая, мельче, чем вот эти вот большие такие кусочки лесной коры. Архиатка, конечно, помельче. и добавляю, поливается проливом и оставлением водички на дне. Количество воды варьируется от того, насколько быстро цветочек пьет воду, от того, насколько тепло в помещении. И от того, насколько яркая подсветка. Вот смотрите, что получилось. Вот это выглядит. Я себя избавляю от головной боли по поводу полива и замачивания этих орхидей. Мне это неинтересно. Вот молодая поросль корней очень ярких. все водичка. Ну, наверное, думаю, для начала буду вот так где-то оставлять ее при поливе. И полив будет через неделю только со всеми остальными орхидейками. За это время затянутся вот эти оторвыши. Ну, если были микротравмы, то они, конечно же, тоже должны затянуться. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Также хочу напомнить, что у меня есть YouTube-канал. Ссылка на него находится в шапке профиля. Вы можете переходить туда. Там есть возможность ускорить видео, есть возможность включить субтитры, что тоже облегчает и делает более комфортным просмотр любого контента. прощаюсь с вами, но ненадолго. До скорых встреч! До встречи! субтитры